Друзья, всем привет! Мы находимся на провинции, и сегодня у нас небольшая рпшечка, очень довольно-таки интересная. Я играю за милого внучка, который приехал к бабушке в гости. Бабуля у меня очень интересная, лежит такая, ноги развинула перед внучком, и всё нормально. Окей, я говорю, слушай, бабуль, но можно я схожу погуляю, потому что сейчас тепло, значит, озеро недалеко находится, можно покупаться. Но она мне не разрешает это сделать, потому что я ещё не покушал. Поэтому прямо сейчас я иду кушать на кухню, там лежит чукупай, она говорит, съешь картошечку, но я не буду есть картошечку и просто захаваю печеньяку. Захаваю печеньяку, я думаю, этого будет достаточно для того, чтобы... Ну, я же всё-таки маленький, и для меня печенька, ну, большая, нежели, если, например, бабуля съест печеньку, то ей этого будет недостаточно. Сейчас я иду в ведро, да, целое, таких печеньек, а мне достаточно всего лишь одной. Так, кушай, кушай, мой хороший. Я покушал, достаточно. Если что, там, мне надо пить, да, я попью уже с озера, в крайнем случае. Можно я погуляю. Я хочу на озеро покупаться. Она должна мне разрешить, и мы смело пойдём купаться. Конечно, не потони там только. Нет, не переживай, бабуля, не переживай. Хотя, знаете, если я утону, то бабуля чуть-чуть нам будет рада, потому что... Потому что, соответственно, ну, как вы понимаете, да, меньше забот, не надо печеньки переводить и так далее. Ладно, бабуля нам разрешила, и мы смело выходим на улицу. Вот такое вот домишко в деревушечке, посмотрите. Вот такие вот мы маленькие. Ездят автобусы. Если я сейчас перейду дорогу, то, скорее всего, он меня задает, потому что он даже меня не заметит. Смотрите. Блин, он меня не заметил. О, заметил, заметил. Извините. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Всё, всё, не надо, не надо. Спасибо большое, не надо, не надо. Всё, я ушёл. Извините, извините. Как вы меня заметили? Он, наверное, подумал, что кошка пробежала. Зачем он дверь открыл, непонятно. В общем, я вам говорил про озеро. Да, озеро тоже находится рядом. Вот оно. Вот оно, озеро. Но, посмотрите, погодка какая. То есть уже... Не, хотя утро сейчас, но ещё прохладненько. И как-то вот прямо сейчас прыгать в воду, нырять не очень хочется. Но хочется погулять, хочется поразвлекаться. И что-то надо делать. И я вам скажу, что есть у меня сосед. Дядя Евдокий. Его зовут. Вернее, дед Евдокий. И он мне частенько даёт покататься на мотоцикле. У него есть мотоцикл хороший. Мы не будем... Вот, видите, какое озеро здорово. Там кактусы в озере растут. Не знаю, что они там делают. Но вот, как видите, выросли каким-то образом. А, ну тут у нас недалеко находится АЭС. Вот, видите, вдалеке. Скорее всего, поэтому кактусы здесь и растут. И, значит, я думаю, а почему бы не взять и не покататься? Он ещё спит. Время ранее. Он спит до 11 часов дня. Я ждать не хочу. Я хочу гулять. Я хочу развлекаться. И поэтому я забираю. Забираю. Я не знаю, почему заведён. И взял вид, что мы прямо сейчас его завели. Что? Куда я сел? Господи. Я ещё не проверял. Окей, буду считать, что я сижу на мотоцикле. Еле-еле достаю. Блин, как это смотрится. Что? Живи. Я сейчас забором снесу. Окей, хорошо. Так, ещё что? Просто отдельно едет, посмотрите. Хорошо, хорошо. И мы решили покататься. В итоге мы катались вокруг домов. Вокруг дворов. Но вышла также злая тётя Зина. И говорит, что ты тут устроил? Время 7 часов, 8 часов утра. Ты тут катаешься. Я, короче, обиделся. И говорю, ну иди ты нафиг, тётя Зина. И поеду-ка я покатаюсь на трассу. На трассу, где ездят большие автобусы. Где быстрые машины. И действительно, я ещё не выезжал сюда. Я максимум-то ездил по деревушке. Но дядя, вернее, деда Евдокий, как бы не знает об этом. Поэтому я решил, ну чуть-чуть прокачу, чтобы тётя Зина очередной раз не дала мне ремня с шипами. И поэтому я выехал сюда. Но я направлялся по этой дороге. Направлялся. И эта дорога привела меня в одно очень интересное место. Место под названием аэропорт. И приманил меня сладкий гул огромных двигателей самолёта. Я решил посмотреть на эти махины. И впритык подъехал к аэропорту глазком взглянуть. И увидел самолётик. Самолётик, который находится прямо рядышком с аэропортом. И при этом не было охраны. Почему-то я припарковал свой мотоцикл. И решил поближе посмотреть, что это за самолётик. Что это у нас такое за самолётик. Меня это всё удивляет. Посмотрите, если смотреть с первого лица. То какой он здоровый. Вы посмотрите, насколько он огромный для меня. Меня это тоже удивило. Я в шоке просто от этого был. И я решил дёрнуть дверь. Давайте дёрнем дверь. Она открыта. Она, черт возьми, открыта. Мы сели. Понажимали какие-то кнопочки. И он завёлся. Нет. Нельзя, нельзя, нельзя. Ты не знаешь, как управлять. Какого хрена? Зачем тебе это вообще надо? Но желание, к сожалению, не удалось перебороть. И я просто каким-то образом начал ехать вперёд. И меня понесло в небо. Меня понесло в небо. Я стал немножко паниковать. Стал вилять. Но я находился в воздухе. Я находился в воздухе. Спустя примерно минуту я более-менее понял, как управлять этой штукой. Как поворачивать влево. Как поворачивать вправо. И понятное дело, что в реальности это невозможно. Но я-то, я-то с бабой Фросей договаривался. Я ел двойную порцию супчика. И она мне разрешала играть на компьютере. Играл я в профессиональный симулятор по пилотированию. И поэтому это мне немножко, можно сказать, помогло. И сейчас я решил, а почему бы не пролететь над любимым городом, где я живу. Над городом Приволжск. И я взял курс на Приволжск. При этом пролетев ту самую бабузину, которая смотрела телевизор. Или она уже вышла? Она уже вышла? Она во дворе стоит. Она во дворе стоит. Она, наверное, сейчас подумала. Вот это пилот. Классно. Но она даже не подозревает, что это был я. Да. Это был я, баба Фрося. И да, друзья. Я долетел. И вот я лечу над стройкой, где мы лазили с друзьями. И над центральной улицей. Через автосалон, где куча народу меня увидела. И мне стало так приятно, что именно я в свои 9 лет вот так вот умею управлять за счет того, что поиграл на компьютере. Но я совсем забыл. Я совсем забыл, что здесь находится полицейский участок. И я пролетел прямо над ним. Черт возьми. Зачем я это сделал? Я не знал, что мне делать. Я думал, ну ладно, пронесу. Ух ты, авария. Авария внизу только что произошла. Я думал, ну пролетел и пролетел. Может быть, копы никак не отреагируют. Но посмотрите. Еще вертолеты, господи. Посмотрите, сколько машин за мной ринулось. Мгновенно. Мгновенно целая, целая свора машин. Охо, смотрите, рпшка, рпшка. Внизу сбил кого-то трамвай, но копов не интересуют. Какие-то там бомжи, которых задавили. Их интересует сейчас самолет, которым управляет неизвестный. Понятное дело. Ух ты, кто-то перевернулся. Понятное дело. Ё-моё. Тихо, тихо, тихо. Понятное дело, что поступила информация о том, что был с аэропорта угнан самолет неизвестным лицом. И сейчас за мной охотятся, охотятся огромное количество полицейских. Все, все службы были вызваны на это ЧП, можно сказать. Но я не собираюсь приземляться. Я не собираюсь останавливаться и буду лететь дальше. И понятное дело, что я, как ребенок, запаниковав, стал думать, а что, что делать? Лететь к Бабе Фройсе? Нет. Баба Фройсе намного опаснее полицейских. Поэтому я решил лететь дальше. Лететь дальше. Но, господи, это просто жесть, друзья. Посмотрите. Посмотрите, что творится. Господи. Ё-моё. Ой, зачем меня подбивать? Ё-моё. Вот это, вот это чуть... Это ужас. Это ужас. Зачем так делать? Зачем так делать? Чуть-чуть не лишили ребенка жизни. Просто чуть-чуть не лишили ребенка жизни. Но! Самолет не имел много топлива. Я попытался развернуться. Я не знал про топливо. Я попытался развернуться. И почувствовал, что двигатель-то начинает потихонечку заглыхать. Что с ним происходит? И тут я понял, либо это какая-то поломка, либо что-то другое. Но долго я не протяну. И я понимал, что через некоторое время, но движок у меня заглохнет. И что тогда будет? Ведь они не знают, что в кабине пилота сижу. Я, никченый пацанчик, который решил покататься на мотоцикле деда Евдокия. И это все случайность. И вот. Мотор заглыхает. Мотор заглыхает. И я сажусь. Господи. Эта посадка была неудачной. Надеюсь, я не взорвусь. Я сел. Я весь в дыму. Что дальше? О боже, сколько народу. Это вертолет парит. Меня просто окружили. Навели на ребенка пистолета. Зачем? Зачем? Ведь я же простой ребенок. Это нечто. Это нечто. Вы посмотрите, что здесь происходит. Сколько народу вокруг. С теми интересно, что здесь произошло. И я просто выхожу. Я открываю дверь. И сейчас, не знаю, копы видели меня или нет. Они сейчас не видят водителя. Не знаю, в кого они целятся. Но дверь открывается. И выхожу я. Девятилетний пацанишка. Как они отреагируют? Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Кто-то смеется. Кому-то смешно. Но они не должны... Меня обнимает кто? Дядя? Кто это такой? Я не знаю этого. Так. Это подстава. Я не знаю этого мужика. И извините. Понятное дело, что мы извиняемся. Я не хотел стволы опустить. Это же ребенок. Правильно. 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 Как можно в цели царю? Что я сделаю? У меня нету ничего. Нету ни пистолетов, ни оружия. Ничего. Детский самолет взял. В аэропорту. Он просто стоял открытый. Понятное дело, что мы все объясним. Вот этот мужик мне очень не нравится на самом деле. Вы посмотрите, что он делает. Что это такое? Зачем он меня трогает за соски? Что это такое? Так. Полицейский, разберитесь. Я его не знаю. Он притворяется моим дядей или кем? Родители. Где? Дома баба Фрося. Но не говорите ей, пожалуйста. Если они расскажут бабе Фрося, то все, это конец. Меня не интересуют вот эти вот полицейские. Меня больше пугает пилот. Сюда пришел пилот. Пилот, походу, этого самолета, который служил ему на долгие годы. И вдруг он был угнан. Слава богу, что мы не взорвались. Это просто чудесно, что мы не взорвались. Потому что все бы рухнуло. Все бы рухнуло. Здесь проходит полицейская операция. Представляете, я не знал, что все этим закончится. Я без понятия был, что все этим закончится. Меня приглашают в машину. Понятное дело, я сажусь. Давайте на заднее сидение я сяду. Если, конечно, можно. А, я не могу. А как мне? А как мне сесть тогда? Посмотрите, приехала даже скорая помощь. Ну, правильно, приехала. Конечно, мы же видели дым. Мало ли бы взорвалось. Сколько бы людей пострадало. И скорая тут как тут. Посмотрите, как работают спецслужбы. Отлично. Отлично. Даже ФБР, смотрите, приехал. Или ФСБ. Кто это такой? Все, меня посадили в этот автомобиль. Я сижу немножко неровно, но будем считать, что я сижу, самое главное, в автомобиле ДПС каким-то боком. Да? То есть, вроде бы, не нарушил я правила дорожного движения на самолете. Но посадили меня в машину ДПС. И сейчас я не знаю, что будет дальше. Где ты живешь? Я живу в деревне у озера Большого, где растут кактусы. Надеюсь, полицейский меня поймет. Посмотрите, они стали дальше разбираться. Тушить, скорее всего, пожар. Кто-то, смотрите, ездит по встречке. У кого-то беда случилась у дальнобойщика. А наш полицейский, который нас взял, везет нас прямо домой. Ой, только не говорите Бабе Фроссе. Прошу, потому что Баба Фроссе намного страшнее, поверьте мне, просто на слово. Она намного страшнее всех тех, кого мы только что видели. И кто нас останавливал, и кто на нас наводил оружие. Хорошо, смотрите, он сказал, хорошо, меня это уже успокаивает. Я спокойно могу ехать. Нет, смотрите, они с нами поехали, то есть в сопровождении, мало ли я убегу, да, сейчас выпрыгну через окно и куда-нибудь убегу в лес. Еще где-нибудь сгорю, посмотрите, сколько там напряжения, лэп там находится. Этого тоже они не должны допустить, поэтому такая вот большая колонна движется. Нет, 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 только не она, она до сих пор стоит здесь. И сейчас, походу, нет, нет, только не, это не я. Это не я. Я не знаю, что мне сказать, Баба Фрося, это вы... Блин, понятное дело, что это Баба Фрося. Бабу Фрося нельзя не узнать, что она... Я ничего не делал. Не делал, ладно, я ничего не делал, в любом случае. Да ничего себе, фух. Просто перешел дорогу не в том месте. Вот так вот напишу. Неужели меня прикроют? Просто следите за ним получше. Обалдеть, неужели? А так, хороший малый. Что? Серьезно? Ну, хорошо. А Баба Фрося как бы не думает, почему здесь столько народу? Из-за того, что я просто перешел дорогу? А ну, марш домой. Понятно, хорошо. Хорошо, хорошо. Дайте только я пройду, пожалуйста. Я готов идти домой. Все, Баба Фрося сказала, значит, надо выполнять. Зачем? Зачем я вообще ее ослушался? Зачем я ее ослушался? Непонятно. Быстренько заходим домой. Понятное дело, я прячусь. Я прячусь, пока Баба Фрося не зашла. Она все равно мне даст, скорее всего, ремня. Быстренько куда-нибудь сюда спрячемся от нее. Вот так вот, под стул. Все, я спрятался под стул. Какие-то мужики опять заходят, левые. Зачем сюда заходят мужики? Эй, что вам надо? Что вам надо? Почему они находятся в доме Баби Фрося? Баба Фрося? Почему здесь японцы? Баба Фрося, почему она не следит? Плохой мальчик. В смысле плохой? В смысле плохой? Я ничего не сделал-то особо. Я никого не убил даже. Почему плохой? Даже не представляю, о чем там сейчас идет речь. Но, скорее всего, скорее всего. Ой, это что такое? Что это такое вообще? Маска на нем? Посмотрите. Я такого еще не видел. Скорее всего... Да я, господи, я же даже не плачу. Я не плачу. Я не такой... Я не девочка, в конце концов. Я не плачу. Блин, как меня пугает эта морда. Она, скорее всего, теперь все узнала. Полицейский... Да, господи. Он появляется как призрак. Она, скорее всего, узн... Господи, что это такое? Она узнала. Полицейский все рассказал. Изнутри, посмотрите. Просто изнутри появляется... У меня сейчас... У меня глаза поплыли. Что происходит вообще? Что это? Перерождение какое-то. Это перерождение человека. Ладно. Я понимаю прекрасно, что мне сейчас конец. Хочешь конфетку? Да какая конфетка? У меня есть Роллтон-бульон объедение. Какая конфетка? Чукупай. Молочко. И даже есть Жигулевская. Жигулевская? Какого хрена? Ну ладно. Вроде Баба Фросси не пила. Ребята, посмотрите, куда я залез. Чтобы вы понимали, посмотрите, где я. Оп. Баба Фросси мне здесь точно не найдет. Смотрите, сейчас еще попробую. Поидеальнее, поидеальнее надо сесть. Оп. Оп. Все, спрятались. Спрятались в комоде. Надеюсь, Баба Фросси меня точно не найдет. И, друзья, надеюсь, я выживу. Если выживу, понятное дело, что будут еще серии с этим малым внучком Шалунишкой. Если вам понравилось, ставьте лайк. А также, друзья, если вы хотите видеть все со стороны, вот все это происходящее, то, что вы сейчас видели со стороны полицейских, как они увидели самолет, как они гнались за ним, то переходите по ссылочке в описании на канал Ангельского, и там вы это все можете узреть. Поверьте, будет интересно. Спасибо вам всем большое за просмотр. Не шалите, и всего вам хорошего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok